Тех, кто снимает на кроп, можно условно разделить на два лагеря. Людей, которые осознанно выбрали эту систему, заранее понимая все ее плюсы и минусы. И тех, кто снимает на кроп, только потому что полный кадр дорого. И если первая, ребята, спокойная, то вторым постоянно не имется. Они хотят взломать эту систему и найти способ получить на своем кропе то, что дает полный кадр. И этот объектив именно для них. 35-ка с рекордной светосилой 0.95 от Seven Artisans и всего за 250 долларов. Сегодня вам про него расскажу. Seven Artisans 35 мм f0.95 это объектив под беззеркальные кропы. Есть версии под Canon EF-M, Sony E-Mount, Fuji X MFT и даже Nikon Z. Это не первая светосильная 35-ка под кропы, да и в целом ничего прям таки невероятного в такой оптике нет. 35-0.95 с учетом кроп-фактора даст картинку примерно как 50 мм f1.4 на полном кадре. Тот же угол обзора, такая же глубина резкости и столько же шумов. Это не какая-то фантастика. На Canon под полный кадр есть мыльный и очень популярный полтинник f1.4. Всего за 400 долларов и при этом с автофокусом. Metacon, другая китайская компания, успела выпустить уже две версии 35-ки с диафрагмой 0.95. Но стоят они в два раза дороже и принципиально ничем не лучше этого объектива. 35-ка от 7 мастеров получилась достаточно резкой, до речи родного 1.4. Хотя это конечно так себе пример. Этот старичок нам очень нравится. Не резкость, а характерный. Ну блин, фуджин, пора бы его обновить. У Seven Artisans по центру все неплохо уже на 0.95, а после f2 сложно заметить разницу. Края мягче, но и там все налаживается к f2. Максимальная резкость где-то на 5.6. Но закрывать светосильный фикс до 5.6? Вот еще. Это объектив, который имеет смысл использовать где-то в районе максимально открытой диафрагмы. Производитель это знал и поэтому тут нет никаких оптических косяков на открытые, которые уходят при закрытии диафрагмы. Винетирование тут сразу минимальное. Все остальные оптические недостатки линзы одинаково заметны и на 5.6 и на 0.95. Какой-то жесткой проблемы с хроматикой нет, но недостатки прямо скажем есть. Самый большой это то, как объектив реагирует на контровой свет в кадре. Блики, круги от фар, уличных фонарей и просто яркого света. Все это есть и часто портит кадр. Из-за сильных бликов с 35.0.95 нужно быть очень внимательным при вечерней съемке. Вообще именно для вечерней съемки этот объектив, как ни странно, не очень. Проблема и в ликах, и в отсутствии смысла его использовать в темноте. Ведь на деле он не такой уж и светосильный. Кроме F-стопов математической светосилы, есть еще T-стопы. Фактическая способность объектива пропускать свет. F-стопы влияют на боки и с этим тут все в порядке. Размывают все как положено, а бокешка очень приятная. А вот цвета на матрицу через большую диафрагму все равно больше не попадет. Настройки камеры на 0.95 с этим объективом и на 1.4 с родным Fuji одинаковы. То есть Seven Artisans даже на открытой не дает выигрыша ни виса, ни выдержки по сравнению с родным 1.4. Зато доставляет некоторые проблемы с ручным фокусом. Кольцо фокусировки тут мягкое и плавное. Объектив достаточно резкий, чтобы и самому сфокусироваться, и фокус пикинг в камере хорошо отработал. Но вот глубина резкости очень маленькая. Минимальное движение вас или модели и будет расфокус. Притом объектив достаточно резкий, а переход в расфокус четкий и стремительный. Поэтому косяки по фокусу будут видны. Единственный смысл снимать на этот объектив, это для бокешки и отделения от фона. И тут он реально не подводит. Мягко, приятно, красиво. В плане механики тут все норм. Объектив полностью металлический и достаточно увесистый, особенно для своего размера. На небольших камерах он будет заваливаться вперед, но на Fuji X-T3 как родной. Не знаю, как при длительном использовании, но за 2 месяца пока он у нас проблем не возникало. Ничего не люфтит, ход у колец плавная, крышечка держится. Кстати, объектив идет в прикольном, очень приятном и удобном кожаном чехле. Отдельный лайк вообще за такую заботу. В чехол входит и родная 35-ка и другие небольшие по диаметру объективы. Так что если 7Artisans поселится на вашей камере, найдете, что еще туда положить. Наверное, единственное из механики, к чему можно придраться, это кольцо диафрагмы. Оно здесь без топов и это очень странное решение. Пользоваться этим объективом вы явно будете на открытой. Диафрагма без топов этому только мешает. У кольца диафрагмы слишком мягкий ход, расположенный оно сразу за фокусировочным. Диафрагма так и норовит закрыться. Кольцо без топов удобно для видео, но этот объектив вряд ли является хорошим вариантом для видеосъемки. Из-за проблем с контровым светом, которые выскакивают даже в каких-то простых ситуациях, слишком часто можно испортить кадр. Из-за не слишком высокой реальной пропускной способности не будет выигрыша при съемке в темноте, а из-за совсем небольшой глубины резкости будет сложно удержать объект съемки в фокусе. В общем, для какой-то постановки возможно, но в целом это больше объектив для фото, при том в основном для портретов. В целом же у семи мастеров получился достаточно неплохой творческий портретник. Не самый удобный в использовании, не идеальный оптический, но в то же время интересный. Если для вас это важно, с ним вы можете получить на кропе эквивалент 51,4 под полный кадр, при том за очень доступные деньги. Но тут возникает вопрос, а не проще ли тогда уже купить этот полный кадр, если он вам так нужен? Но если для вас не в бакешке счастья, есть более интересные способы потратить 250 долларов.